Экзотические там животные, но наметанный глаз мгновенно узнает французские кодексы жизни, скорая помощь, жандармерия, полиция, кодексы движения, то есть Франция, которая по сей день управляет, как же руководит. Так же, как и такие государства, как Мартинника, острова, часть Карибских островов, Мартинника, что у вас там еще, Гваделопа, остров Святого Мартына, острова Святого Партоломея, Варфоломея, то есть, кстати, вы слышите, как я много называю святых имен. Знаете, почему все эти острова носят название святых? Святая Анна, Святая Люсия, Святая Варфоломей, Святой Мартин. Дело в том, что настолько много было в то время открытия этих островов, что открыватели себе особо голову не ломали. Они открывали календарь, который соответствовал днем какого-то святого, под именем этого святого он называл день открытый остров. Так же, то, что все это в руках Франции сегодня, вот почему и министерство, которое ими завидует, и оно такое красивое название, Министерство заморских дел, Министерство Лутрунер. Направляемся сегодня к южному выезду города, господа, мы сейчас съездим с вами к выезду. Давайте сразу поставим точки над «и». Главным королевским дворцом был Лувр. Всегда. Он остается до падения французской монархии. А это произойдет, господа, не после французской революции 1789 года, жертвы которой пали король Луи XVI и Мария Антуанетта. После них будет Наполеон. После Наполеона в власти еще трое королей вернутся. После падения королей будет еще племянник Наполеона, Наполеон III. И в 1873 году предлагают последнему претенденту на французский престол взойти на французский престол, но с революционным флагом. А он отказался. Он желает монархический, бурбоновский... меняется режим. Мы говорим «республика». Опять «республик». Сегодня пятый республик. А ее президент Николай Саркозий управляет французским государством. А короли монархию отменили. И до конца монархического существования Лувр был главным королевским дворцом. Хотя там был уже музей частично открытый. Сегодня Лувр – это исключительно музей, господа. Это будет египетское отдел, это будет история музея Лувра. Это будут рассказы об архитектуре. Истории в Лувре не ищите. К большому сожалению, мы не сможем вам много там об истории рассказывать. Там у нас больше... Все жители перебрались в столицу таким образом, как бы вернув артерию жизни столицы Парижу. Официального статуса никто не забирал у Парижа. Так, по столице. Но знаете, короля нет, дворя нет. Но вот и жизнь как бы уплыла из этого города. И поэтому в XVI веке все это возвращается так резко к городу. И у меня микрофонов сразу не берут, господа. Вам не будет микрофонов, детям нельзя. Вам, если будете... Дайте микрофон своему ребенку, у вас там работники подойдут, дадут замечания. То есть берут только взрослый микрофон, усилитель звука. То есть вы меня хорошо будете слышать. Детей я поближе к себе возьму. Так, чтобы всем хорошо слышно, ладно? Таким образом мы посещаем замок, потом у вас свободное время на прогулку по парку. Парк весь вы не успеете, 169 гектаров. Но выйти к пруду с карпами можно. И в 11.30 мы собираемся в автобусе. Вот Ив, водитель. Юта у нас впереди у автобуса. Если кому нужно, запишите номер автобуса. Будьте аккуратны, господа. Или же наоборот, будьте веселыми. Играйте в шутку. Приходите грозным видом, требуйте себе Наполеона. У меня такое чувство, что наверняка вокруг оперного театра уже все... Там у нас много русскоязычных фирм, отели там все расположены. Там мы собираем наших туристов. Так что там, наверное, уже все знают. А так вот в миле знакомых в магазинах очень удивленно на вас смотрят, когда вы упоминаете слово «пирожное Наполеон». Ну вот, господа, подъезжаем к дому инвалидов. Берите, пожалуйста, все с собой. На этот раз большая просьба ничего не оставлять. Зонтики, фотоаппараты, мобильные. Все берем с собой. Так что сейчас будем выходить и в нас. И заканчивая эту экскурсию, он сразу ездит на следующую. Поэтому он даже не успеет проверить автобус. Ради бога, ничего не оставляйте, господа. Как у меня один турист. Знаете, во время... В понедельник он забыл. В воскресенье у меня был обзор. Он забыл телефон. Он сегодня утром опять стоял на ступеньках. Опять его не привезли. Его рюкзаках, хотя нашли его. В общем, с этим бесконечная головная боль. Поэтому не спешите выйти. Вы спокойно проверьте автобус. Если будет желание, нашим водителям можно, конечно, побаловать монеткам. У нас во Франции принято оставлять чаевые. Вот. А ежеднево... ...кто и жил рядышком. Потому что там недалеко, с башней Монтарнасской, вы видели справа, высота 59 мет... Простите, 59 этажей, 220 метров. Наверху смотровая. И вертолетная площадка, офисное здание. Внизу филиал галереи Лафаэд. Там рядышком с ней находился улей. Знаменитое место, куда приезжали... Вообще, где жили, селились бедные художники, которые спустились с Монтмартра. А справа вы видите кладбище Монтарнасское, где покоится Поль Бельмондо, отец Жан-Поля. Слева какое здание красивое, с орнаментами. Семен Петлюра, а батька Махно на кладбище Перлашези. Также на Монтарнаском кладбище... Как его? Александр... Иван Олехин, да? Олехин. Шахматист первый. Ну, а имя его забыла. Иван, по-моему, Олехин. Но он просил... Александр Иванович, да. Он просил звать Олехин. Так что я вам передаю его просьбу. Вот не Олехин, а Олехин. Говорят, что подавился косточкам, но говорят, что вроде как не без энководистов. В Португалию номер. Представьте себе, он был юристом и защищал диссертацию на тему о том, как сидиться в китайских тюрьмах. Вот такая диссертация. Я так удивилась, когда узнала. Ну, и, конечно же, великий шахматист. Впереди мы видим с вами два работы. Портольки, который также, можно сказать, своял статую свободы. Лев Дефанс, то есть защита после франко-прусской войны. И так далее.